В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета представили проект «Российский учитель за рубежом». Презентовала его Анастасия Сакаева, руководитель Центра русского языка Министерства просвещения Российской Федерации. Это гуманитарный проект, в рамках которого педагоги из России преподают русский язык и общеобразовательные предметы в зарубежных школах. Занятия ведутся, конечно, на родном для нас языке – русском. Поскольку проект достаточно популярный, у нас те учителя, которые заходят в проект, как правило, в нем остаются. У нас редко бывает тенденция, когда человек приходит, учитель в проект, и через год у нас срочный трудовой договор, и, как правило, учителя всегда пролонгируют. Да, в этом году мы расширяемся, и у нас будет 640 учителей. Поэтому уже в новом учебном году, с сентября, в странное, в ближнем, в дальнем, в Зарубежье отправится 640 российских учителей. Мы, со своей стороны, даем выпускникам возможность, шанс поработать на международной арене, получить колоссальнейший опыт, и сразу на входе даем им прекрасную заработную плату. Таким образом, у них появляется интерес, сопровождение с нашей стороны методическое, и возможность, когда они вернутся в регион, если захотят, они уже будут абсолютно конкурентоспособны, они уже будут опытны, и они останутся в профессии. Проект зародился еще в 2017 году. Тогда попробовать себя в новом амплуа отправили 49 педагогов русского языка и литературы. Сегодня география охватывает уже 11 стран и всю линейку общеобразовательных программ. В 2023-2024 году подключаются еще 4 страны. Выразили готовность к просвещению своих учеников еще 5. Центрально-Африканская республика, Джабути, Экваториальная Гвинея, Бахрена и Венесуэла. Когда он только начал реализовываться, у нас была только республика Таджикистан. Мы туда отправились учителя русского языка и литературы, их было только 49. Из года в год популярность росла, наши учителя показывали высокий профессионализм. Нашим иностранным партнерам понравилась эта тенденция российских учителей на их территории образовательных организаций. И на сегодняшний день, сегодня в школах у нас реализуется вся линейка общеобразовательных предметов. Безусловную важность этого проекта отметил и проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Альшев. По его словам, российское образование по праву считается одним из лучших в мире. Наши специалисты востребованы абсолютно в любой области, даже самый труднодоступный. Большое количество россиян, граждан Российской Федерации, и не только граждан, а те, кто причисляет себя к русскоязычным, скажем так, людям, проживает за пределами Российской Федерации, с одной стороны. С другой стороны, есть граждане других стран, которые тоже заинтересованы в получении, в том числе, школьного российского образования. Потому что оно ценится, оно считается очень качественным, и мы видим это на самом деле. Это не только мнение, это факт высокого качества российского школьного образования по различным международным сравнительным оценкам и так далее. Учителя, отправившиеся за границу, чтобы просвещать молодое поколение, осуществляют ряд задач, помимо основной педагогической деятельности. Это и внеучебная активность, подготовка к олимпиадам, культурно-просветительская работа и, конечно, подготовка к поступлению в высшее учебное заведение России. Но с этим, как правило, трудностей никогда не бывают, ведь быть педагогом – это призвание. Карина Саяхова, Николай Осуховский, Универ Новости.